Сколько рецептов, сколько вкусных фантазий, сколько интересных сочетаний были отложены до лучших времен, а то и вовсе отменены. Поскольку лучшие времена для того или иного ингредиента все не наступали. То в продаже не было, то был, но дорог, то не сезон. А вот сейчас, например, любой прилавок с овощами или фруктами в супермаркете или на рынке отправная точка для вдохновения, да и только. Сливы, виноград, баклажаны, кабачки можно покупать килограммами. Цена не просто симпатична, прекрасна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мимо баклажанов не прошли, и мы сегодня с баклажанами готовим, о них рассказываем. Равно как их посленовые братья, картофель и томаты попав в Европу, правда, с востока, а не с запада, из-за океана. Они аж 400 лет считались ядовитыми. Более того, хоть еще не окончательная ученая мысль разобралась с исторической родиной баклажанов, не то Индия, не то Китай, но первые ласточки были определенно не вытянутой, а округлой формы, да еще и с аристократической бледностью. Отсюда и забавное название баклажана. В Англии его называют растительным яйцом. В Южной Африке садовым, в Австралии фруктовым яйцом. И, по-моему, понятно, что в подобном контексте с баклажановыми рецептами там не самый размах и простор. Другое дело, Средиземноморье, Ближний Восток, Малая Азия, Средняя Азия, Кавказ – это и есть правильное направление поистине аппетитных блюд с участием баклажанов. И даже заготовок – икра заморская баклажанная – далеко не единственное, что можно предпринять. Острые баклажаны, замаринованные с чесноком, морковью и капустой. К примеру, зимняя радость, припасенная с осени. А ведь это всего лишь первое, что пришло на ум из всевозможных разнообразных заготовок с баклажанами. Но, пожалуй, здесь самое время поставить точку, точнее, запятую, и посмотреть, что получилось у нас сегодня. Прекрасное семейное блюдо. Паста с баклажанами. Баклажаны нарезать, потушить до мягкости под крышкой на сковороде с оливковым маслом, разбить в блендере. На сковороде обжарить чеснок, добавить сухой базилик, дольки помидоров, баклажаны, соль, перец по вкусу. Подавать со спагетти, присыпав пармезаном, добавив зелень и половинки черри томатов. Кстати, если к обжаренным, разбитым в блендере баклажанам добавить размоченный в молоке хлеб, тертый чеснок, тертый сыр, яйцо, можно приготовить баклажановые котлетки. Так что успеваем со всевозможными экспериментами, пока о синеньких, можно сказать, дешево и сердито. О винограде, кстати, тоже, но подробнее об этом завтра. А на сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!